Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, нерванские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны наша страна делала все, чтобы уберечь детей от страданий. Обездоленных, потерявших родных и сголодавшихся их находили советские солдаты в разрушенных городах и селах. Отогревали у походных кухонь, кормили фронтовым байком. Некоторым удавалось оставаться в полках и подразделениях. С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. У них не было времени на детство, им не достались годы, чтобы взрослеть. Они взрослели по минутам, ведь у войны не детское лицо. В мае 1970 года была создана Киевская городская организация юных участников Великой Отечественной войны. Возглавил ее Петр Алексеевич Филоненко. Это он в 1944 году повторил подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом дуло вражеского пулемета. Это ранение стоило подростку нескольких операций и полгода госпиталей. И не мудрено. Ведь парнишку прошили насквозь целых 12 пуль. После реабилитации паренька боевые товарищи в шутку дали своему сыну полка прозвище «Штопанный». Но он знал, за что геройски шел на смерть. Ну давайте обо всем по порядку. Петя Филоненко пацаненком сбежал из дома на фронт и прошел всю войну. Я явно шел на смерть. И знал, за что я шел. Моей 18-летней сестре немцы звезду вырезали на лбу. Шомполами грудь прокалывали. Она кричала, а ей скулы выбили. Мать кинулась ее защищать, а те и мать прикладом по голове. Она упала. У нее на руках тогда младшая сестра моя была. Мне есть за что ненавидеть фашистов. Рассказывает Петр Алексеевич. Осенью 1941 года немцы подходили к Лазовскому району Харьковской области. Пете исполнилось всего 11 лет, когда он узнал, что такое бомбежка. Отец и старшие братья давно воевали. И мальчишка решил, что он уже достаточно взрослый, чтобы взять в руки оружие и сражаться за родину. Несмотря на мольбы матери, он бросился вслед за отступавшими красноармейцами и уцепился за повозку с боеприпасами. Чтобы убедительнее было, Петя добавил себе два года. Соврал, что ему уже 13 лет. «Брать меня солдаты не хотели. Шутили, что манной каши нет. Но я очень просил, и мне разрешили остаться», — вспоминает Петр Алексеевич. Держесть и смелость пацаненка оценил командир разведгруппы. Подтянул, обучил солдатскому делу. Ну а солдаты на взрослых и детей уже не делятся. Пока шел через войну, семь раз был заброшен к немцам в тыл. И каждый раз удавалось вернуться. Судьба сохранила мальчишку, и когда на Сталинградском направлении под селом Поповка попал в окружение и плен. Враг тоже не делил солдат по возрасту. Когда вывели на расстрел, Петра спас неизвестный красноармеец, в последний момент прикрывший его собой. «Меня пулей тоже зацепило, но удалось выбраться, а местная жительница добрая женщина выходила», — вспоминает ветеран. 16 июля 1943 года, когда Петр Филоненко воевал в составе танковой бригады, они попали под страшную бомбежку. Спасая командира от бомбы, Петр толкнул его в окоп и принял на себя град осколков. «Это потом я узнал, что их семь в меня вошло», — вспоминает Петр Алексеевич. «А тогда, помню, командир крикнул, беги к фельдшеру, а фельдшер мертвый. Тут и я сознание потерял». Друзья рассказывали, что тогда 14 человек в братскую могилу положили, и уже землей стали засыпать, как вдруг кто-то увидел, что у Петра под носом кровавый пузырь надувается. «Откапывайте, он же живой!» В санчасти медсестричка Валя сдала для мальчишки свою кровь, и он снова выжил. Второй раз щелчок смерти по носу Петру Филоненко дал в июне 1944 года, когда наши войска шли в наступление. Был бой за трассу Гомель-Бобруйск. Пехотинцам не удавалось пройти сквозь стену огня, которым нас поливали из вражеского дота. «Я соскочил с бронетранспортера, пробрался через кустарники и изо всех сил ударил плечом в раскаленное дуло пулемета». «12 пуль на вылет», — вспоминает ветеран. Петру тогда было всего 14 лет. Маленького героя, повторившего подвиг Александра Матросова, решили хоронить как офицера в гробу. Уже и яму выкопали, и гвозди в крышку стали забивать, когда из домовины послышались слабые хрипы. «Затем 12 операций и полгода реабилитации в госпитале Цхалтуба. Из-за этих ранений мне товарищи дали кличку Штопаной», — вспоминает Петр Филоненко. «Сейчас из нашей танковой бригады я один живой остался. Последний солдат». Встав на ноги, Петр решает поступить в Суворовское училище. Но забраковали по состоянию здоровья. Зато для фронта мальчишка вновь оказался приготин. Теперь уже с полком связи дошел до Берлина, оставив свою подпись на Рейхстаге. Война подарила ему много памятных встреч. Сын полка снимался в фильмах знаменитого военного документалиста Романа Кармена. В госпитале лежал вместе с маршалом Рокоссовским. Но самое дорогое его сердцу воспоминание — дружба с Константином Симоновым. «Мы встретились на фронте в 1941 году. Симонов мне завещал, закончится эта проклятая война, и мы должны написать по книге «Я про живых и мертвых, а ты о войне глазами юного солдата». Демобилизовался Петр 15 февраля 1946 года. Ему не исполнилось и 16 лет. Вернувшись в Украину, окончил фабрично-заводское училище, поработал на заводах в Харькове и Запорожье. А потом ушел в милицию. Слишком характер был боевой, чтобы спокойно жить и работать. Службу начал в Мелитополе. В первый же день патрулирования поймал двух грабителей. «Я и потом этих бандитов сажал, как картошку в мае», — хвалился службой ветеран. В Киеве, где молодого милиционера определили в кавалерийский эскадрон, неожиданно обнаружилось его увлечение кино. Это было в 1949 году. Мы ехали на лошадях по улице, статной, в форме, песни поем. Там режиссер Тимофей Левчук нас и заприметил. После того, как Петр исполнил в фильме Левчука 300 лет назад роль знаменосца, его стали приглашать в другие фильмы. Военная выправка, умение ездить верхом и стрелять было оценено режиссерами. Есть эпизоды с его участием в «Дипломатах по неволе», «Бумба-Раши», «Богдане Хмельницком», «Семье Коцубинских», «Ярославе Мудром». Когда уходил в отставку в чине полковника, на счету было 130 художественных и 230 документальных фильмов. Петр Алексеевич всегда считал, что у него три родины. Украина, Белоруссия и Россия. Отныне одной родиной у него стало меньше. В марте 2014 года пятеро правосеков повалили его на асфальт и стали избивать. Били по рукам и ногам, голову Петр Алексеевич успел прикрыть. Результатом его в кавычках беседы с благодарными украинскими потомками стали многочисленные ушибы и два сломанных ребра. Киевские врачи, узнав, кто избил ветерана, лечить его отказались. А за то, что ветеран дал интервью российским журналистам, на него устроили охоту боевики-националисты. По телефону стали сыпаться угрозы, а на дверь наклеили метку правого сектора. Сейчас Петр Алексеевич живет в России, где врачи сделали ему сложнейшую операцию на сердце, а доброжелатели предоставили квартиру для проживания. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться, и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных фильмах на канале «Однажды на Земле». До новых встреч!